Христиане Они меня внутрь, связали руки и ноги, залепили скотчем мой рот и, конечно же, пытали. Он мне обычно говорил, поклянись, что Мухаммед – это Божий пророк, поклянись, что нет другого Бога, кроме Аллаха, и мы отпустим тебя. Конечно же, я не желала этого говорить. Грабеж. Вся церковь пылала. Это происходит в Египте, в Ираке, в Сирии, в Ливане. Гонения на христиан происходят во всех странах Ближнего Востока. В 1915 году христиане составляли 20% населения Ближнего Востока, в 2015 христиан всего 5%. В 2003 в Ираке было полтора миллиона христиан, сегодня там осталось меньше 200 тысяч. Но наша вера все еще сильна. Нас Бог призвал заботиться о том, о чем Бог заботится, а Он заботится о Своих, значит и нам нужно. Поэтому я думаю, что нам нужно как-то быть вовлеченными, помогать семьям, как будто они нам родственники, братья и сестры. Беженцы, бежавшие от Игила. Дайте, пожалуйста, каждому по одной штучке. Кому нужно. Меньшинства на Ближнем Востоке сталкиваются с экстремизмом и культурной аннигиляцией. Никто помочь не может, ни Конгресс, ни администрация. Чувство незащищенности, когда люди нападают на других идей, и нет никакой реакции. Иракские люди хорошие. Мы собираем информацию о них и отдаем волонтерам. У тебя есть голос. Не имеет значения, насколько он громкий. Ты можешь изменить все, даже если ты один человек. Это Амша. Она сбежала от Игила. Христианская беженца, бежавшая от Игила. Удивительно, что Господь использует меня. Тяжело поверить. Вы потеряли все, но вы продолжаете следовать за Господом. Я думаю, что вы сильны с Господом. Я люблю вас. И я тебя люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok